Второй проект решения, связанный с магазинами нон-стоп, которые работают в муниципе Львова. Ввиду обращения экономических агентов, ввиду обращения некоторых граждан с просьбой разрешить им работать нон-стоп, разрешить им работать в ночное время этим магазинам, я проконсультировался с комиссариатом полиции, с этими нон-стопами проблема одна, основная. Это то, что согласно закону, они не имеют права продавать алкогольную продукцию после 22.00, но как всегда у нас в стране происходит, нашли лазейку законодательстве, и они продают слабо алкогольные напитки, такие, как вино, вино, пиво после 22.00. Они пользуются тем, что они выиграли один суд, и сейчас комиссариат полиции с ними находится в судебном процессе, и они ждут, обе стороны ждут решения Куртиодиакова-Балс, и, скажем так, из-за нашего несовершенного законодательства они продавали, какой-то после 22.00. Значит, поговорив с экономическим агентом, значит, экономический агент, как он называется там, Виктория или... Агент Виктория. Агент Виктория. Да, Виктория. Значит, с ним еще кто-то приходил на полюсерк. Они убеждают, что если им разрешить, значит, работать в ночное время, несмотря на то, что они выбрали в первой инстанции, значит, процесс, который позволяет им продавать слабо алкогольные напитки после 22.00, пока страна не войдет в нормальный режим, то есть, вместе в дом нормальный режим, пока не заработают ночные клубы, рестораны, значит, они не будут продавать алкоголь, даже слабо алкогольную продукцию после 22.00. Значит, мы готовы пойти на встречу, потому что это в первую очередь должно быть для удобства граждан. Не для удобства точек сбора алкоголя и на следующий день слушать про драки и про какие-то другие неприятные инциденты. Мы идем на встречу и Виктория, и экономическим агентам. В случае, если будет выявлено, что они все-таки нарушили данные имиджи, обязательства, на период не совсем стабильной ситуации в стране будут продавать алкогольную продукцию, в ночное время организовывать какие-то полупритоны перед магазином, значит, как открылись, так они и закроются. И в целом нам надо будет создать рабочую группу вместе с комиссариатом полиции. Сейчас есть очень много первостепенных задач, которые нужно решать. Но есть очень много вопросов, связанных с деятельностью этих круглосуточных магазинов. В целом в муниципе был. Есть у нас сигареты-пески, которые продают, табачную продукцию там, где по закону они не имеют права ее реализовывать. Поэтому мы с комиссариатом полиции создадим рабочую группу, и нам надо будет раз и навсегда решить, если в неустановленных и в неустановленных законных местах сегодня продается табачная продукция, сигареты, и с нарушением всех норм законодательства, значит, мы должны будем принимать жесткие решения по закрытию этих торговых объектов. И также мы должны будем принять решение, значит, в каких микрорайонах города нам нужно будет оставить магазины, которые будут работать в круглосуточном режиме. Потому что, если они три рядом, ну, какой смысл от этого, да? То есть в каждом микрорайоне они должны быть для того, чтобы, ну, кто-то очень поздно приходит с работы, либо поразлить. То есть вообще, насколько они нам нужны, это нам надо будет вместе с полицией, как я сказал, сформировать рабочую группу и определить их необходимость для полноценного функционирования нашего организма. А сейчас я предлагаю проголосовать за данный проект решения, значит, мы разрешаем им работать круглосуточно. Я сейчас обращаюсь и ко всем бельчанам, которые нас смотрят, плюс я сам буду в состоянии, без того, чтобы я там появлялся в ночное время суток, провести несколько контрольных закупок. Будут продавать алкоголь, обманут, значит, как открылись в сегодняшнем решении, решение, значит, таким же закроется, потому что нам сегодня не нужны точки дополнительной проблемы. Тем более, что эта проблема сегодня сказывается и на жителях соседних домах, где находится эти магазины, и полиция, которой и так хватает сегодня проблемой работы, мы добавляем еще одну проблему на их голову. Поэтому я очень надеюсь, что все правила с пониманием к этому отнесутся, и мы будем уважать друг друга, и никаких инцидентов у нас не будет. Поэтому, уважаемые члены комиссии, предлагаю, значит, предлагаю, проект решения предлагается с 27 мая аннулировать ограничения, ограничения касаемо работы круглосыточных магазинов в муниципе Борг. То есть мы разрешаем работать круглосыточных. Кто за, прошу голосовать. Мы не прописываем это ограничение, что это нам. Значит, мы сегодня не можем, не имеем права наша комиссия, сегодня по закону регламентировать. Значит, в законе написано четко, нельзя продавать алкогольную продукцию. В одном законе, в другом они нашли себе возникнуть государство. Мы не являемся судебной инстанцией, но нам точно хватает полномочий сегодня разрешить кому-то деятельность в ночное время суток или запретить. Поэтому мы исходим из этого. Мы с ними не подписывали никаких договоров. Они сказали, алкогольную продукцию не будет. Поэтому, кто за, прошу голосовать. Кто против вознижать единого?